И каждый знал, дорога к ней едет, через войну. Государственная капелла Москвы под руководством заслуженного артиста России Анатолия Судакова приезжает с концертами в Абхазию практически ежегодно. Эту многолетнюю творческую дружбу зародил и передал своему сыну заслуженный деятель искусств России Вадим Судаков, который в советское время руководил хоровой капеллой Абхазии. В этом году Московская капелла привезла концерт в честь 76-й годовщины Дня Победы. Выступление Московской государственной капеллы – это не классическое хоровое пение с папками, а целое театрализованное выступление с хореографией, сменой фигур и костюмов. Все большую популярность завоевывает жанр папури, когда несколько композиций одной тематики объединены в одно произведение. В ходе концерта прозвучали папури из произведений «Верди», из мюзикла «Призрак оперы», из французской популярной музыки и джаза. Потому что хорошую музыку надо исполнять, и чтобы вот емко, понимаете, пришел человек на концерт, и он обыватель, он может быть не профессионал, он просто любит хорошую известную музыку, мелодию классическую, джазовую или классическую оперетту, например, может быть, даже поп-музыка хорошая, качественная. И емко можно у одного композитора несколько известных произведений соединить, сделать компиляцию, и это и слушается здорово, и всегда воспринимается очень хорошо. В классической музыке существует правило не аплодировать в паузах между частями одного музыкального произведения. Но во время джазового папури зрители рукоплескали после каждого дуэта. Анатолий Судаков признается, что это не только допустимо, но и очень приятно артистам. Нет, вы знаете, это правильно, это в традициях, например, джаза, когда кто-то спел, сыграл свою импровизацию, например, и музыка идет дальше, обязательно хлопает. Это вот такая джазовая традиция. Ну и здесь, тут, вот ребята поют, например, два солиста стоят, отпели свой эпизод, ну как не похлопать. Наоборот, это очень приятно, я уверен, что им тоже это безумно приятно было, что после каждого сольного эпизода, дуэтного эпизода публика реагировала и аплодировала. В концерте капеллы принял участие абхазский оперный певец Гудиса Ферсба. Он исполнил песню о ранении и в составе квартета композицию из фильма «17 мгновений весны». Впервые в Абхазском государственном театре открылась оркестровая яма, где музыканты Государственного камерного оркестра Абхазии превзошли себя. И хотя в этот вечер место у пульта Давид Тарзян уступил Анатолию Судакову, именно он руководил многочисленными репетициями, благодаря которым невероятно сложную программу московской капеллы музыканты исполнили на высшем уровне. Мы же готовились на протяжении месяца, репетировали ежедневно, даже на выходных. Вчера была Пасха, мы работали, позавчера работали. Ну, мы очень волновались, потому что программа необычная. Вы видели много такой популярной музыки и папури, где много смены тональностей, много смены темпов. И это все психологически для музыканта сложновато. Но, как вы видели, по овациям и по результату у нас это получилось. Праздник удался. Я всех поздравляю. В завершение двухчасовой концертной программы московская капелла исполнила два произведения современного французского композитора Владимира Космы. После длительных оваций на сцену театра поднялся министр культуры Абхазии Кудиса Аграба и зачитал указ президента о присвоении Анатолию Судакову звания заслуженной артиста Абхазии. За вклад в развитие музыкальной культуры и искусства Абхазии присвоит почетное звание заслуженный артист Республики Абхазия Судакову Анатолию Владимировичу. Я в Абхазии бываю практически каждый месяц. Я гражданин Абхазии, у меня здесь есть жилье, и как только у меня появляется возможность, даже если там два-три дня, я приезжаю, прилетаю, чтобы подышать морским воздухом, пообщаться с моими друзьями здесь. Поэтому очень часто бываю. Ну, с концертами, конечно, это пореже получается, но все равно это уже по счету ни первый, ни второй, ни третий, наверное, ни четвертый концерт нашего коллектива здесь, в Абхазии. Зал Абхазского театра в этот вечер объединил высокопоставленных чиновников и туристов без вечерних платьев. Артистам Государственной Московской капеллы все аплодировали стоя. Мне очень понравилось, и я считаю, что очень грамотно подобрана программа. Я видел по реакции абхазских зрителей. Это в первую очередь для них приехала Московская капелла, и здорово, это отличный показатель сотрудничества по линии Министерства культуры Республики Абхазии и Российской Федерации. Я очень признателен министру Гудису Эдуардовичу за то, что он организовал этот приезд. Были совершенно разные темы, совершенно сменялись от классики до оперетты, до французского шансона, военные песни и абхазские. То есть, в принципе, весь репертуар, на самом деле, очень сложно поставить голоса, чтобы они были в разном амплуа. Я уже второй раз, в принципе, у них на концерте, и очень здорово. Государственная Московская капелла имени Вадима Судакова и так не обделялась своим вниманием абхазскую публику. Но теперь, когда Анатолий Судаков стал заслуженным артистом Абхазии, можно надеяться, что концерты капеллы будут проходить в Абхазии еще чаще.